Добрый день, это Яков Файн, 18-й и последний урок серии Introduction to Java and Java EE. Сегодня поговорим о RESTful Web Services. Вообще, данные могут приходить из разных мест. Мы говорили о базах данных в основном. Когда-то мы говорили, что можно получать данные из Messager-Oriented Middleware. Но сейчас давайте поговорим о веб-сервисах. Так, допустим, есть где-то на веб-сервис, который может нам выдавать нужные нам данные. Есть разные типы сервисов. Начиналось это когда-то с помощью так называемых SOAP-протоколов, SOAP-based сервисов. И тогда был API, соответственно, для джавистов, который назывался JAX-WS. Он, собственно, и сейчас есть. А вот более свежий вариант, более легковесный способ получать данные из какого-то веб-сервиса – это RESTful Web Services. Достаточно популярные они повсюду и везде. И о них мы и будем сегодня говорить. Но, в принципе, что такое веб-сервис и зачем он был нужен? Откуда он взялся? Много лет назад, когда деревья были большими и корпорации хранили свои данные в большом секрете, никому ничего не показывали, вдруг оказалось, что есть интернет и надо бы поделиться. Ведь у нас есть так много полезных данных. Вот если бы мы могли их выдать так, чтобы внешний мир, ну, может быть, не все данные наши видел, но часть данных наших на работах, наших изделий, может быть, данные о наших сервисах, было бы неплохо. А ведь софтвер было написано на разных платформах, на разных машинах, кто на мейнфрейме, кто на среднего размера машинах и так далее. Как же быть и как же получить такой общий протокол, который мог бы потребляться кем угодно, невзирая на то, какой у нас конкретно в организации, hardware и software. И вот придуманы были веб-сервисы с такой протокол, который назывался SOAP. Вот этот SOAP, он основан на XML, описывается некий сервис, некая функция, или, как они говорят, операция. Допустим, дай мне данные о погоде, или дай мне данные о, если есть какой-то почтовый индекс или zip-код, как в Америке говорят, скажи мне, в каком городе это находится. Вот такие вещи. Одну важную вещь, которую я хочу сказать, это, чтобы вы понимали разницу между такими технологиями, как Java Server Pages или сервлеты и веб-сервисами. Это не одно и то же. Если вы помните, с сервлетами или с GSP мы готовили не только данные, мы не только данные передавали на клиент веб-браузеру, но мы и передавали туда UI, то есть Presentation, готовилась веб-страничка и уже все вместе с данными отправлялось на клиент. А веб-сервисы это только данные. Как вы их будете показывать на UI, будет ли это вебовский браузер, а может быть клиент у вас будет просто какое-нибудь там Java-приложение, которое будет потреблять эти веб-сервисы. Это не имеет значения. Главное, что существует некий сервис, который может вам дать данные о чем-то. Вот в этом, собственно, разница. Я здесь ссылочку показал. Если вы пойдете по этой ссылочке, то вы увидите какие-то веб-сервисы, которые публично доступны многим. То есть есть много разных данных, которые можно потреблять в интернете. Ну, только напишите, напишите правильный клиент и пожалуйста. Ну, конечно, есть и веб-сервисы, которые для частного использования, частного употребления в компаниях. И чтобы их употреблять, нужны, конечно, соответствующие privileges. То есть привилегии. Вы должны знать ID, пароль, идентифицировать себя и так далее. Но главное, о чем мы говорим, как это сделать. Какой протокол или может быть не протокол, а стиль использовать для того, чтобы употреблять веб-сервисы. В частности, веб-сервисы и SOAP-овские, и REST-овские. Я объясню, что такое REST. Они стандартны в Java EE. И в частности, JAX RS – это тот JSR, Java Service Request, который нас сейчас интересует. JAX RS – это Java-овский способ работы с веб-сервисами, с REST-овными веб-сервисами. Но вы должны понимать, что REST-веб-сервисы, иногда их называют REST-овными веб-сервисами, это одно и то же. Можно с ними работать из любых языков программирования. Это не есть нечто специфичное для Java. Во-первых, еще буквально два слова о SOAP. SOAP – он был тяжеловесный. Там много надо было писать XML, описывающие эти все операции, которые мы хотим давать. И там был специальный язык – WSDL – Web Service Definition Language, который можно было публиковать, чтобы определить, какие же именно данные можно получить из данного конкретного веб-сервиса. И вы должны были знать конкретное название операций. То есть GetCustomers или GetWeather или GetCurrencyRates. Что-нибудь такое. Это все зависело от того, кто создал эти веб-сервисы. То есть нужно было знать API. Нужно было знать название этих операций. А что же такое REST? И чего вдруг решили придумать другой вариант? Дело в том, что HTTP протокол, когда он изначально создавался, в нем уже были описаны разные методы, каким образом добираться до серверов или общаться с серверами. Мы с вами использовали, говорили по крайней мере в уроке о сервлетках, мы говорили о таких методах, как Get, например, или Post. Помните? Соответственно, вы делали overriding метода DoGet или метода DoPost, если вы помните, да? Но кроме Get и Post и другие методы существуют в HTTP протоколе. Они там были всегда. Но просто мы ими с вами не пользовались. И многие люди, которые работают с серверами, не пользуются другими методами. Почему они используют Get? Почему они используют Post? Типичный ответ, скажем, во время интервью на работу был бы такой. Если я хочу, чтобы параметры мои, которые я отправляю на сервер, не были видны, я использую Post. А если я хочу, чтобы были видны, если мне не жалко, тогда я использую Get. Иногда могут вам ответить, что когда я хочу получить данные из сервера, я использую Get. А когда я хочу отправить данные на сервер, я использую Post. Post – это не совсем правильный или точный ответ, если можно так сказать. Существуют разные причины, по которым использовать разные методы. И я об этом поговорю чуть-чуть позже. И REST или RESTful – это не протокол. REST – это не протокол, а просто вот эта возможность, то есть описание методологии, как нужно работать с этими данными на вебе. И идея была в том, чтобы использовать уже существующие HTTP методы, о которых я только что говорил. REST был описан, вот эта методология, по-моему, на следующем слайде есть, да, Роем Филдингом. Роем Филдинг писал диссертацию в свое время, по-моему, в 2000 году. И тогда он написал, что почему бы не делать все очень просто, использовать вот такие конкретные методы. Мы сейчас вернемся к этому слайду. Но пока запомните, что REST – это сокращение слов, которое называется Representational State of Transfer. Идея в чем, что один и тот же ресурс может иметь разные representation, разные представления. Вот, скажем, если вы храните, допустим, свое резюме, или вот, допустим, мое резюме, к примеру. Ну, это, конечно, неправильный URL, но не суть. Допустим, у меня было бы мое URL, где-то хранилось бы. Оно могло бы храниться в одном каком-то формате, например, только в текстовом формате. А выдавать разным сервисом я мог бы его в разных видах. Например, в виде PDF или в виде, может быть, XML кому-то выдавал. А может быть, я бы и генерировал Microsoft Word документы, может, еще какой. Но суть вот в чем. Может существовать один ресурс, а именно текст моего резюме, а представление, representation, может быть, в различных форматах. Еще надо привыкнуть к тому, что вот в этой REST идеологии у каждого ресурса в интернете есть некий свой URI. Не путать с URL. URL is a locator, unified resource locator. Это unified resource identifier. То есть уникальная ID, фактически. И идея в том, что к этому ID можно обратиться. Поэтому ID можно найти ресурс в интернете. Когда я говорю уникальный ID, это не обязательно файл, как в этом примере. В этом примере это некий файл, допустим, да, вот здесь. А это может быть некая уникальная строчка URI, которая приведет к тому, что из базы данных вы имеется один конкретный row или рядок. То есть это тоже можно сказать, что в этом случае ресурсом является рядок из базы данных, row from the database, а его representation будет какая, не знаю, какую мы закажем. И как же работать из Java с такими веб-сервисами? Ну, Java.ii предписывает использовать так называемый JAX-RS API. Если бы вы не использовали Java.ii, а пользовались, к примеру, Spring Framework, у них есть другая методология, как работать с RESTful веб-сервисами, не через JAX-RS. Но мы изучаем Java.ii, поэтому мы будем делать так, как написано в книжке. Итак, какие принципы описал мистер Филдинг в своей диссертации? Он сказал, что каждый ресурс на вебе должен иметь уникальный ID, URI. Ресурсы вот эти можно связывать друг с другом, link to one another. Дальше, и это, наверное, наиболее важная вещь, одна из наиболее важных. Его идея была в том, чтобы не придумывать название операциям, так как захочется создателю этих сервисов. А чтобы уникально все можно было бы получать из этих веб-сервисов или сдавать им с помощью стандартных операций, которые были описаны в HTTP протоколе. Ну вот я привел четыре из них. Это не только четыре, есть больше, но не намного больше. Get, Post, Put, Delete. Давайте подумаем еще вот о чем. TP обычно операция, которую вы делаете с какими-то данными, сводится к четырем операциям. CRUD мы их еще называем. Create, Retrieve, Update, Delete. То есть создай что-нибудь, удали что-нибудь, retrieve, то есть добыть что-нибудь, update это, измени что-нибудь. Соответственно, операция Get предназначается для того, чтобы вынуть некие данные, запросить некие данные, получить их из сервиса. Post, чтобы создать нечто новое. Новый объект какой-то, новый ресурс в интернете. Put, это чтобы изменить существующий. Ну, к примеру, был employee Маша Сидорова, она вышла замуж, она уже вовсе не Сидорова, а, конечно же, Иванова теперь. То есть надо существующий ресурс изменить некий параметр. Ну и делить это, удалить ресурс с интернета, с веб-сервис. Как я уже сказал, один и тот же ресурс может иметь разный representation, да? В текстовом виде можно его возвращать, в JSON-урском формате специальном, да? PDF, XML, ну, в общем, разное. Далее, один из принципов был, что все эти вызовы к сервисам должны быть stateless. Не помнить, не хранить state, так? Ресурсы должны быть cacheable, то есть кэша браузеров, например, они могут сохраняться. И если он уже есть у вас на браузере, то нечего делать лишний запрос на сервер, нечего гонять запросы, и так уже есть. И ресурсовские приложения могут быть layer, то есть можно строить эти ресурсовские приложения такими слоями, как он называет это, слоями. То есть не обязательно, чтобы было, это было только браузер вызвал сервера, и на этом конец. Это может быть браузер вызывает сервер А, а сервер А вызывает сервер Б и так далее. Вот так. Ну и идем дальше. Чтобы вы очень четко отличали REST работу, или вот то, что мы говорим RPC стиль. RPC – это Remote Procedure Call, да? Ну помните, как в RMI, например, было. В RMI мы делали запрос на какой-то сервер по какому-то имени. И мы должны были знать эти имена этих методов, да? Так вот, если, когда мы работаем вот в такой методологии, в такой архитектуре, RPC, мы говорим, что на сервере могут быть методы с любыми названиями, мы должны их знать, и мы их можем вызывать. А вот в REST сервисах – нет. Вы должны всегда пользоваться вот только такими операциями. Честно говоря, я, возможно, вас даже и обманываю. Я не помню, неужели там только всего было 5. По-моему, там есть еще 6-7. Ну, допустим, не обманываю. Если обманываю, посмотрите сами. Get, Put, Delete, Head. Head – это, дай мне, не все данные, а просто заголовок данных. Вот, то есть идея в чем? Не надо вам помнить название операции. Вам надо знать, что операция будет называться всегда вот так, а у нее могут быть определенные параметры, и вот по этим параметрам можно будет различить, что на самом деле мы хотели. Теперь поговорим о характеристиках этих разных методов, еще типишенных. Get. Get. Вот справа здесь написаны характеристики метода, и я скажу это слово idempotent, вот это оно. Я его объясню, ну, собственно, я его объяснил здесь на слайде. То есть метод, каждый метод является idempotent или не является idempotent, в зависимости от чего. Если метод idempotent, это значит, что неважно, сколько раз вы его будете вызывать, результат этого метода будет всегда один и то же. Скажем, если вы захотите изменить, если вы захотите изменить фамилию, помните, Сидорова замуж вышла и стала Ивановой, если вы скажете, измени фамилию Сидоровой, вернее, измени фамилию у ресурса, у которого такое-то id, и в поле фамилия помести Иванова. Неважно, сколько раз вы вызовете эту операцию, правда? Ну, сначала она была Сидорова, стала Ивановой. Если вы еще раз ее вызовете, ну, поменяется опять с Ивановой на Иванову, еще раз опять с Ивановой на Иванову. То есть никакого вреда нет. Результат всегда будет одинаковый, один и тот же. Или вы скажете, удали ресурс с id таким-то. id12345. Ну, удалите вы его один раз. Больше его уже нет. Ну, давайте еще раз его попробуйте удалить с ресурсом 12345. Уже его нет, правда? То есть вреда никакого нет. То есть, если метод idempotent, это означает, что вызывай его сколько хочешь раз, и результат будет всегда одинаковый. Save – это значит безопасно, то есть мы ничего не меняем вообще. Cacheable – то есть он может кешироваться, конечно же. И idempotent. Это все про get. Put – только idempotent. Delete – только idempotent. Не save, конечно, можно удалить. Не дай бог Машу Сидорову, она же Иванова. Head – это делается вызов, но не данные, а только заголовок. Метаданные про данные. Безопасно – да, и idempotent – да. А пост – нет. Пост – это и вредный, и небезопасный, и не idempotent. Потому что, если вы начнете делать операцию пост, это исходится из того, что мы создаем новые объекты. О новых объектах можно создавать много. Скажем, можно сделать пост, чтобы добавлять Машу Сидорову. Она уже там была, а создался новый объект. С id каким-то сгенерированным, к примеру. Еще раз выдали этот пост, а уже новая id сгенерилась, и опять Маша Сидорова добавилась. То есть результат операции не один и тот же. То есть если ее повторять. Соответственно, вот последняя строчка слайдника говорит о том, что get – это для того, что используется для того, чтобы ретрифт делать. Post – для инсертов. Put – делитов. Я говорю слово insert, но, скорее всего, надо сказать, для создания новых объектов. Insert – это если базу данных использовать, терминологию. Put – это изменение, делит – удаление. Ну и JAX-RS – это спецификация Java EE. Она прошла через определенные версии. Java EE 7 – она получает новую версию, которая называется 2.0. В этом курсе у нас нет возможности об этом разговаривать в деталях. Ну, по сути, вы должны знать, что есть такое понятие rest and point, во-первых. Rest and point – это будет plain old Java object, или как мы его называем, POJO. POJO. Plain old Java object, который будет иметь некие аннотации, благодаря которым можно будет различать, кто должен реагировать на put, а кто на post, а кто на get, а кто на delete. Какие методы в вашем классе должны реагировать на это. Вот, будете писать rest-овский end point какой-то. Поэтому end point можно обращаться к одному из этих методов – get, put, post, delete. Обычно он деплоится в составе вашего веб-модуля, так же, как сервлеты, хоть это и не есть сервлеты. Вот, предлагается, описывается в JAX-RS API, как работать из клиента. То есть, если вы захотите на Java G написать клиентскую часть API, которая будет работать с rest-овскими веб-сервисами, пожалуйста, расписано, как это сделать. Если вы не планируете описать это на Java, что чаще встречается, конечно, то браузер будет отправлять эти запросы, а браузер от рождения знал, как оформлять http-get или http-post, или http-put, или http-delete. Есть некие фичи, которые были добавлены в JAX-RS 2.0, Message Filter, Interception и так далее. Опять же, в этом курсе мы не можем об этом говорить. Асинкционная обработка на клиенте и на сервере, валидация данных, которые отправляются туда-сюда, это не есть частью этого курса. Но знайте, что были определенные изменения, сделанные в JAX-RS 2.0. Кстати, формат JSON, с ним улучшилась работа существенно в JAX-RS 2.0, который вошел в спецификацию Java EE-7. Ну вот, как напишите Poggio, который представляет сервис, Endpoint является сервисом. Endpoint, ну, швейцар на дверях, грубо говоря. Через него будут идти все запросы. Там бутылку водки из-под полы, пачку сигарет, я помню, это было. В 80-е годы еще тоже это было. Швейцар был The Man. Так вот, Endpoint – это дверь входная, через которую вы будете делать разные операции с REST-овским веб-сервисом. И аннотации вы будете ставить в своих JAX-ских классах. Application Path, например, такая. Application Path я вам сегодня покажу в примерчике. Это, собственно, такой базовый URL, который идентифицирует ваш конкретный Endpoint. Ну, собственно, я неправильно сказал. Не так надо говорить. Надо говорить базовый URL, который будет присутствовать как часть в этой длинной строчечке URL, которую вы будете набирать в своем браузере, к примеру, или программным образом формировать. То есть это базовая часть. За ней уже будет другой какой-то фрагментик в этом URL длинном, который будет использован в аннотации Path. Наверное, лучше вам показать, потому что я вам это все рассказываю, а у вас, наверное, в голове темный лес. О чем это он говорит? Выжился вообще из ума. Вот, посмотрите. Сделали обыкновенный класс. Stock Resource. Мы будем с вами использовать наш любимый примерчик, где мы будем генерить якобы цены на акции. Stock Resource. И мы его пометили. Мы тут ему говорим, что вот этот класс аннотирован с помощью аннотации Path. То есть, если на наш сервер придет запрос из браузера, и в этой строчечке запроса будет вот такая фразочка, Stock, то сервер автоматом передаст управление на наш класс Stock Resource. Более того, давайте откатимся назад чуть-чуть, поговорим про Application Path аннотацию. То, что я уже сказал. Базовая аннотация. То есть, как правило, вы будете формировать свой URL. И, конечно же, вы должны будете сказать, на какой машине у вас выполняется у вас, ну, в данном случае, GlassFish у нас будет, на каком порту, слэш. Потом пойдет, вот, даже найти вот эта фраза, базовая часть URL. Видите? Я решил ее назвать Restful Stocks. После вот этого Restful Stocks у вас могут быть разные ресурсы. Один ресурс может разработаться стоками, и тогда после вот, как мы сказали, Restful Stocks, мы бы написали бы Slash и Stock. Тогда сервер бы понимал, ага, надо этому классу отдать управление. Может быть, у вас был другой класс, какой-нибудь, например, который не работает со стоками, а, например, Trading. Вернее, этот сток просто цены показывает, а, может быть, мы бы хотели выполнить покупку или продажу. Мы бы написали бы другой какой-то класс, и, может быть, пометили бы его другой, другим значением, например, Trade. То есть, если бы в строчке, строчка B включала слово Trade, тогда она, может быть, контроль пошел бы на другой класс. То есть, таким образом, этот URL, который будет приходить из браузера, из любого другого клиента, он будет парситься, парсаться, распарсиваться. Не знаю, как хотите говорить по-русски. It will be parsed на кусочки, и, таким образом, сервер поймет, кому отдать контроль. Беруемся к слайдикам на секунду. Дальше. В общем-то, я не договорил немножко про пасс, честно говоря. Давайте я еще чуть поговорю про этот пасс. Вот этот пасс, посмотрите, он стоит прямо над классом. stockResource. Но это не единственное место, куда вы могли бы его поставить. А вот обратите внимание, еще пасс стоит, как одна из аннотаций, перед методом getStock. Видите, getStock. То есть, что получается? Что сначала сервер должен понять, к какому классу, в принципе, к какому классу, в принципе, нужно обратиться. Для этого вот этот сток, фраза отрабатывать внутри ресурса. А что, если после этой фразы будет еще что-нибудь? Например, имя стока. Я хочу получить цену на IBM. Тогда фраза формировалась бы из словечек localhost, 8080, port, slash, restfulstocks. После него слово-словечко stock, а может быть после него я бы еще поставил бы символ IBM. Ага, тогда сервер бы понимал, они хотят, чтобы этот класс ответил на такой запрос. Плюс, так как после слова stock есть еще кое-чего, тогда они бы это кое-чего передали бы этому методу getstock, и это кое-чего, например, IBM, оно пришло бы как параметр в этот метод. Вы можете сказать, а откуда сервер знает, что надо именно этому методу передавать, в принципе, а может, их будет пять таких. А вот обратите внимание, этот метод был помечен аннотацией get. Что это значит? Это значит, что если придет запрос клиента методом get, то вот этому именно методу getstock отдай контроль. А если с постом придет, а вот, смотри, есть другой метод, помечен вот этот метод addstock, он помечен аннотацией post. То есть, если придет пост request на сервер, мы определим, что да, этот класс должен с ним работать, а дальше внутри класса код сервер будет смотреть, а какой же метод вызвать? Ага, get пришел сюда, пост пришел туда. А теперь вы меня можете спросить, а что если будет более чем один метод, помеченный как get? Может такое быть? Может. Ну, например, getstock это принимает параметр, который вернет вам, скажем, информацию по одному стоку. А что если вы хотите написать метод, который называется getstocks, просто дай мне информацию по всем стокам, без параметра. Пожалуйста, могли написать еще один метод getstock, ниже, там, на строчке 28, определить его. Тоже хотите, можете его пометить методом get, но уже не ставьте на него параметр, правда? То есть, к нему не будет идти символ как параметра, вы просто будете писать строчку localhost 8080 slash как мы называем наше приложение restful stocks slash stock и все. Тогда она отправила бы на метод get без параметра. Но так, то есть, не думая, что уже прямо стало все, как говорится, кристально ясно, но уже кое-как. То есть, методы будете аннотировать соответствующими аннотациями. например, post, put, delete. Таким образом, код будет, сервер будет знать, кому redirect, кому направить этот запрос. Вы отнимите, какая идейка. Вот еще такая неплохая аннотация. Producers, например. Producers. Ну вот, вы сказали get stock. Клиент заказал stock. А вы же помните, один и тот же ресурс может быть represented представлен в разных форматах. Так вот, тот метод, который будет что-то возвращать, в том случае get stock. А в каком формате он может быть represented? Так вот, аннотация Producers говорит, что мой метод может вам выдать либо XML, либо JSON. Здесь идет массив вот этих my types, так называемых, mime, это из-за htp, array, разные типы данных. Но вот Producers, мы пометили, это же самый метод get stock, аннотация Producers, который говорит, что если вы будете вызывать этот метод, то назад вы можете получить, можете получить XML или JSON. Representation. А как конкретно сказать XML или JSON? Скажу чуть позже. Есть специальный параметр в request, в htp request. Ну, или вот аннотация Consumes. Этот метод, видите, он помечен как Post на строчке 29. И, соответственно, есть аннотация Consumes. То есть, этот метод будет не продюсать, не выдавать товар обратно, а наоборот Consume от клиента. Скажем, новые данные приходят, некая формочка HTML-овская есть, там заполнили, хотим создать новый сток, нажали кнопочку Submit и постом пошли данные сюда. Тогда мы должны написать Consume, что делать, если нам выгодят какой-то товар. Ну, собственно, и все. Класс достаточно простой и не длинный. Не длинный. Что еще? Давайте вернемся опять к слайдикам. Но пока запомните главную вещь, что вы пишете обыкновенный Java-овский класс, но аннотируете его вот этими аннотациями, чтобы превратить его в Endpoint. Restful Endpoint. Кстати, на этом слайдике я уже объясняю, каким образом сказать, кого продюсать, кого выдавать. Помните, я там была «хочешь выдам XML, хочешь выдам JSON». Так вот, HTTP-реквест, который приходит, допустим, от браузера или другого клиента, у него есть параметр Accept, заголовочек. Если вы в этот заголовочек поставите, что «хочу получать JSON», тогда сервер будет выдавать вам JSON. «Хотите XML? Напишите в параметре Accept, хочу XML». Ничего не написали, ни то, ни другое, тогда этот джавский класс вам будет выдавать в том формате, который первый в списке. В данном случае XML пойдет. Ну вот, давайте двигаться дальше по слайдикам. Ну теперь уже надо поговорить о классах. И эти классы все находятся в этом приложении. Приложение кстати будете скачивать не с книжного сайта, почему-то там я его не нашел. Ну может быть на DVD он у вас был, этот код. Но в любом случае я его слегка поменял. Не поменял, я добавил один класс. Я вам об этом расскажу через минуту. Но в слайдиках есть ссылочка на откуда брать. Вот. Одним словом, этот класс сток ресурс у нас знает как get обрабатывать как пост. Да? Он будет вызывать другие классы, которые у нас есть, и возвращать он будет третий класс. То есть Stock Service умеет как получить цены на акции. Конечно, не настоящие. Конечно, мы random number generated. И давайте-ка посмотрим на него. Вот он обыкновенный класс. Такой helper просто класс, который пока у нас умеет генерить классы только для IBM и Apple. Да? Захар скодировано все. У него есть метод GetStock, у него есть такой HashMap, где он хранит все данные. Ну, в общем, это простой такой helper класс, который нам позволит генерить стоки, цены. Собственно, здесь я вообще уже обленился настолько, что я даже не генерю цены новые. Я просто всегда вам буду возвращать 43 долларов 12 центов на IBM. Ха-ха-ха. А в каком формате будем возвращать? Будем возвращать вот в таком формате класса Stock. Value object, form pattern, VO, или data transfer object. Вот он у нас. Вот. Вот этот класс, он будет иметь четыре параметра. символ Price, Currency and Country. Он помечен аннотацией XML root element. Эта аннотация нужна для того, чтобы этот класс можно было представлять либо в виде XML, либо в JSON. А кто этот инстанс класса превратит в XML или в JSON? Тот сервер, который имплементирует JAX-RS, в нашем случае GlassFish. Вот. То есть не инстанс класса будет отправляться браузера обратно, не инстанс JAX-RS класса, потому что браузер без понятия, что с ним делать. А будет ему отправляться либо XML, который представляет этот сток, либо JSON. Вот. Ну, я вернусь все-таки на секунду к этому стоку Application. В книжке его нет. В первом бездании, по крайней мере, книжке. Второй еще не готово. Но для чего нужен этот классик специальный, который Extends Application? Этот класс заменяет необходимость в конфигурации веб-сервисов в специальном файле Web.xml. Раньше, чтобы сказать, что мой что это не просто приложение, что это сервисная часть для RESTful веб-сервисов, надо было сконфигурировать его в Web.xml и сказать перенаправить через специальную сервис, и чтобы таким образом сервер знал, что это REST, REST архитектура. А потом, по-моему, в шестой версии в Java из X это поменяли и сказали хочешь не делай в XML вообще конфигурационных файла, зарегистрируй вот такой классик в своем проекте, который будет деплойить. Там может ничего в нем не писать, но он должен extend application. Extend должен application. Какое? Чего это? Ну, а то, которое имплементирует application в данном случае, в данном случае это стандартный JAX-RS. И здесь же вы аннотируете вашу application над этим базовым URL. Вот я написал RESTful Stocks, я могу написать все, что угодно, но то, что я здесь напишу или написал, с этого должна начинаться URL после номера порта. А дальше уже будут к нему доклеиваться следующие кусочки например вот вот такое приложение такое приложение этот проект я делал как Dynamic Web Project в Vox.ru который я вам сейчас покажу вы должны будете сделать самостоятельно просто создадите новый Dynamic Web Project и скопируйте файлики которые вы загрузите с интернета прямо вот сюда в папочку SRC вот эти все файлы которые я вам показывал вы ими будете же и работать ну вот ну вот это примерчик вот этого я вам уже показал класса сток который будет возвращаться на клиент xml root element я здесь написал что он превратит его в xml документ но не только в xml а еще и в json может превратить jaxb это еще один API java для работы с xml конкретно я написал посмотрите туториал но честно скажу не очень то обязательно и смотрите stock resource вот этот сток который и собственно и есть этот restful endpoint аннотировали его я уже сказал вот этим а если после стока будет еще и символ тогда код сразу же передаться на getstock то что было после stock придет как параметр как будто бы это параметр метода и вы с этим параметром зайдете на наш helper класс сток сервис и скажите отдай-ка мне информацию про сток такой-то который я вот получил этот сток это в общем-то джавский объект будет возвращен метод return говорит окей я готов вот джавский объект кому он это говорит он это говорит тому фреймворку или серверу который имплементирует джакс рез джак в данном случае глаз фиш конкретно он идет с таким фреймворком который называется grizzly он просто уже внутри глаз фиш уже идет и этот grizzly фреймворк возьмет и этот объект джававский превратит в xml или джейс но вам программировать тут ничего не надо вот в принципе как я уже сказал джакс rs 2.0 2.0 сделал определенные добавки и рассказывает каким образом работать с джейсоном более продуктивно и красиво и симпатично это опять же не есть тема этого курса об этом мы говорим в следующем курсе который к сожалению не будет публиковаться на ютюбе вот этот метод addstock этот метод для поста вот когда я писал первую версию книжки там даже формочка была такая симпатичная где можно было заполнить на клиенте но это когда нашему классу нашему объекту вернее дают данные человек заполнил форму на браузерской страничке и эти данные должны прийти сюда для последующего хранения может быть в нашей базе данных стоков вот ну и теперь этот славик надо вообще исправить конечно же надо исправить вот это словечко надо исправить я последнюю минуту его изменил это словечко идет из класса stock application вот это вот я решил его назвать так чтобы было более понятно restful stocks то есть это словечко должно быть находиться прямо после вашего проекта смотрите ежели мы задеплоили наш эклипсовский проект dynamic web project под глаз фишем как мы делали с сервлетами с jsp то мы будем его вызывать как вот допустим у нас выполняется на порту 8080 глаз фиш да проект у нас называется в эклипсе лс н34 также он будет задеплоен под таким именем под глаз фишем а дальше идет уже конкретный больше раутинг тут должно стоять restful stocks то что прописано в классе application строчка 7 дальше мы к нему приклеиваем еще слово сток благодаря которому контроль попадет на класс который помечен как сток да вот он 12 строчка а дальше так как после него в юрле еще и конкретный символ IBM она найдет что ага существует метод который работает с конкретными символами и вызовет этот метод getstock вот таким образом происходит раутинг автоматически только благодаря чему благодаря тому что вы дали unique юрай unified resource identifier то есть идентифицировали ресурс который нам нужно в данном случае IBM и который должен производиться конкретным методом getstock вот но здесь я уже повторяю что будет выдаваться вам xml или json зависит от того что было в хедере запроса в параметре accept хедера вот я даже может быть вам это и покажу чуть позже сегодня то есть вы можете получить обратно либо то что слева вот здесь xml либо то что справа вот это json да справа ну и класс talk сервис я уже вам говорил это просто helper класс который вам просто возвращает не загородкодированные цены и теперь давайте попробуем это все проделаем in action hands-on практически итак created dynamic web project который будет называться lesson 34 я уже его создал ну не мне вам напоминать или рассказывать но я напомню все таки файл new dynamic web project и дадите вот здесь lesson 34 назовите будем деплоиться под глаз фиш далее пишу я сделайте там надо ли вам создавать там уже пакет в принципе ну хотите сделать загрузите lesson 34 zip там собственно вот этот прачек который у меня на компьютере есть я его просто сделал экспорт ему но загрузите его к себе на компьютер сделайте unzip и скопируйте содержимое папочки src в ваш проект из моего zip то что в src в ваш проект да вот сюда в src там уже все в пакетже находится так что в принципе пакетж можно и не делать скопируйте эти все классики и у вас проект будет выглядеть как у меня точно там должно быть у вас 4 класса дальше зайдете на глаз фиш и вы должны его задеплоить свой проект right click add and remove я уже задеплоил в вашем случае вы будете видеть слева lesson 34 нажмете на add он упадет сюда и finish нажмете сделайте старт eclipse пропустил одну штучку пропустил ну давайте собственно идти по этим шагам я пропустил одну вещь задеплоите его до того как делать старт надо добавить property вы должны сказать что я хочу чтобы клипсе поддерживался jacksrs чтобы мой глаз фиш понимал что у нас есть restful web services смотрите делаем правой мышкой на проект properties project facets и вот здесь вот чекбокс надо сказать хочу поддержку jacksrs запакуй мне в этот проектик понятно и нажмете apply или ok и все когда вы это сделали и все после этого стартаните глаз фиш он у меня уже стартован ну давайте я его рестартую он перестартует у вас это на консоли все выводится и выводится где-то там в конце вы должны будете увидеть что lesson 34 successful deployed что-то такое да я уже видел это проверить ну и где где-то было вот видите loading application она загрузила 34 lesson то есть мы уже задеплойлись под не том катом под чем мы работаем под глаз фиш то есть наш ресторский веб-сервис endpoint уже там сидит и ждет кого же она ждет она ждет пока мы не ударим по нашему веб-сервису по нашему серверу URL определенным URL да и мы это сейчас сделаем то есть это все у нас этот слайдик я полностью сделал при вас вот теперь продолжим вот теперь я говорю давайте попробуем ударим по серверу вот таким URL смотрите первая часть это ударь по глазфишу который на таком-то порту дальше у него задеплоено приложение lesson 34 а под ним есть некая application service который известен вот под таким именем базовым URL а под ним сток вот если я сейчас это сделал я получу ошибку я специально хочу получить ошибку вы можете поверить что такие бывают преподаватели которые хотят специальную ошибку получить это я это как раз таки я сейчас на второй экран я смотрю вы не думайте что у меня шею свело или что-нибудь такое вот давайте-ка я вот раз это все скопирую http он портит вот этот pdf портит надо было rest full stock вон что он написал мне rest rest full отлично вот эта ошибочка которую я хотел чтобы увидеть видите 405 ага вы думали что только 404 бывает нет бывает и 405 и 406 и так далее method not allowed что это значит это значит я себе пошла куда ты меня послал хотела найти кстати по умолчанию браузер отправляет с get с методом get хотела найти метод для твоего get request но не нашла а почему она не нашла ведь у нас класс помечен stock класс помечен как stock правда а дальше она пыталась посмотреть а есть ли метод у которого дальше больше никакой расшифровки нет вот этого слова path а такого метода нет она говорит я она вернее мне это не сказала но мы это видим что ведь чтобы сюда попасть на этот метод мы должны были после вот этого стока в пэфе в маршруте указать некий символ а она говорит я посмотрел там никого нет там нету метода который готов что-то возвращать без уточнения вот этого стока поэтому вы получили 405 чтобы его исправить нужно дать один из стоков который наш чудный генератор цен он даже не генератор знает а знает у нас всего два правда сток сервис кого он знает IBM и Apple ну давайте дадим ей IBM чтобы точно как на слайдике было то есть я тебе я и говорю хочу вот этот URI другое дело видите теперь мы получили и цена отличная цена ребята советую вам покупать по 43 доллара 12 центов IBM или давайте дадим ей Apple ошибся видно или я ошибся или я не ошибся они это мы неправильно написал по-моему так называется AAPL поэтому она мне выдала нули давайте сейчас исправим конечно обработка ошибок оставляет желать лучшего вы меня простите вы обработаете ошибки лучше вот она видите отвечает парень то есть я из браузера даю вот такие реквесты в данном случае get реквесты и она все мне находит то есть мой RESTful серверс отвечает понимаете а вот одна вещь которую я вам сказал вернее хочу показать чтобы вы ее просто проигнорировали дело вот у меня стоит определенный плагин вот он называется Ripple у Chrome браузера а этот плагин вставляет вот такую строчку скрипт хиппоз инжек не обращайте на это внимание так как у вас этого плагина нет вы не будете ее видеть вот ну или собственно если я зайду с другого браузера где нет этого плагина то вы увидите вот такое да без этого без этой добавочки ну как нравится вам конечно нравится просто сказать не можете но нравится вот ну и конечно вы можете сказать это все чудненько а как бы мне тестировать не только методы get и вообще поиграться с параметрами можно что-то такое придумать можно существуют разные клиенты специальные клиенты для тестирования restful веб-сервисов в частности один из неплохих есть вот он какой пост называется это такой аддон для гугловского браузера кром вот если пойдет сюда на getpostman.com вы его к себе добавите в хром я уже это сделал естественно а вы можете его добавить вот если вы его добавите если вы его добавите он у вас будет в applications вот здесь смотрите я зашел сюда и вот он пост сюда заходите и он такой клиентик из которого вы можете задавать всячески url но не просто задавать url вы можете методы менять видите по которым оно может которые будут формироваться в заголовке параметры задавать и заголовки менять тоже ну допустим давайте сделаем опять ту же самую ошибку сэн вот я делаю сэн вот по этому адресу сейчас 405 получим да видите 405 получили как и ожидалось дальше дай мимо IBM теперь другое дело видите вернул мне xml вот вернул мне xml хедер ведь если я хочу поиграться с заголовками давайте я вам покажу что я хочу вам продемонстрировать где-то на одном из слайдиков я вам написал что в зависимости от содержимого accept в хедере может быть такой параметр accept типа я готов принять вот такое будет сформироваться то или другое по умолчанию мы получили xml вот а если мы сейчас поставим хедер я хочу чтобы хедер accept видите accept чтобы вернее чтобы мой запрос из этого вот клиента из этого постмена туда шел со специальным хедером которым я хочу сказать что я хочу принимать application slash json это такой миме type который то есть в заголовке в реквесте пойдет вот этот параметр давайте его отправим обратите внимание данные я уже получил не как xml а как json отформатированный как json или вот проверим вот это сент работает понятная идея то есть если вы захотите играться с этим поизучайте этот постмен он довольно таки мощный тул можете использовать как клиент как клиент для тестирования REST веб сервис ну вот пожалуй и все мы сделаем с вами это walkthrough и на этом я хочу вам сказать что мы подходим к окончанию буквально осталось пару минут ребята пару минут осталось и 18 урок будет закончен надеюсь вам понравился этот курс курс неплохой скажем честно я его читал долго читал для организации читал для разных студентов результаты были хорошие те люди которые прослушали закончили сделали все домашние задания находят работу достаточно просто особенно в странах типа восточная европа этого достаточно там рынок перегрет и у вас не должно быть проблем вот что делать дальше теперь конечно вам будет скучно вы уже весь курс прошли вот я вам такой слайдик приготовил специальный и называл его торжественно the road ahead то есть перед вами светлый путь и можете играться разными вещами если я допустим говорил вам ставьте какую-нибудь игрушечную базу данных derby db помните поставьте не derby db поставьте oracle 11g или какой-то там 12g есть по-моему express edition бесплатно он вам дается пожалуйста хотите поставьте mysql server и попробуйте сделать те же домашние задания только на этих базах данных хотите не эти домашние задания делайте свои маленькие практики на них посмотрите на такой фреймворк который называется mybetis упрощает избавляет вас от работы с jdbc позволяет делать интересный мэппинг на результат сеты выберите другой сервер мы работали с вами с глазфишем а выберите другой сервер который поддерживает java.e.7 6й java.e. поддерживает 18 серверов а 7й пока как я записываю это видео только 2 глазфиш и редхетовский wildfly то что называлось jboss хотите попробуйте поставьте себе вот этот wildfly 8й он поддерживает java.e.7 уже поиграйте с ним почитайте всяческие дизайн паттерны парактисы и так далее но для тех кто хочет в глубины языка попасть настоятельно вам рекомендую известный очень человек доктор хайнс кабутс он много лет печатает и рассылает такой ньюс ледер в котором рассказывает всякие штучки дрючки интересные которые он раскопал в языке java настоятельно рекомендую подписаться иногда почитывать вот и все спасибо что приходили меня зовут яков файен работаю в компании фарада systems живу в городе нью-йорк в соединенных штатах америки люблю эту страну и вам желаю к ней относиться еще лучше чем вы относитесь сегодня а хотите записываться на наши последующие курсы нашей компании вы знаете где нас найти идите на сайте faradasystem.com а не пойти ли мне туда сейчас быстренько сейчас я зайду сюда и покажу вам где вы можете видеть объявления о наших будущих тренингах этот сайтик нашей компании мы занимаемся консалтингом в основном они тренингом и вот upcoming тренинг вот здесь если зайти сюда я уже не знаю когда вы будете это видео смотреть но посмотрите а вдруг есть какой-то курсик который вас интересует азасим я с вами прощаюсь будьте здоровы будьте благополучны любите джаву ищите работу если хотите на джаве и всего вам наилучшего вам и вашим семьям